В этом зале с комфортом разместились бы все 13 живущих сегодня в районе участников легендарной Курской битвы. Но в этот день на чашку чая к голове смогли прийти всего трое. Рад вас приветствовать здесь в администрации наших уважаемых участников Великой Отечественной войны, участников Курской битвы. Вы действительно самые настоящие герои, герои Великой Отечественной войны, герои по жизни. Это так действительно. За беседой Николай Титович вспоминает, что именно в этой битве впервые увидел советские противотанковые 100-мм орудия. А грозные немецкие тигры, стоявшие под небольшим городом Зиньковом, снились ему ещё не одну ночь. В город наступало две дивизии, и там мы похоронили около 500 человек. На Курско-Орловской битве мы научились воевать. Мы имели уже то, с чем можно победить эту непобедимую, казалось бы, армию. Николай Иванович отправился на фронт в 17 лет. Дорогами войны дошёл до Чехословакии в составе 240-й стрелковой дивизии. Память о юности, опалённой войной, он сохранил на всю жизнь. Многое можно забыть, говорит ветеран, но воспоминания о тех днях, что пришлось пережить на Курской дуге, никогда не покидают. Ну и на нас пикировали, значит, самолёты, за каждым солдатом гонялись. Там где-то месяц под Мценском нас грузят в эшелон и направляют сюда под Воронеж. Елес в Задонске разгружают. Ну и в сентябре нас, значит, готовят наступление. Операция под кодовым названием «Цитадель» для немецких захватчиков была провалена. 23 августа 1943 года советские войска штурмом взяли Харьков. Степан Павлович Кузнецов участвовал в том бою. И вот эта речка Лопань, вдоль которой мы наступали вечером. Почему этот штурм был? Потому что Харьков был окружён различными сооружениями, крепостными всякими. Его никак не хотели отдавать. Но, тем не менее, уже наши войска подошли к Харькову. Эти личные истории о боях за каждую пять земли герои встречи рассказывают не только на официальных мероприятиях. Они с удовольствием принимают приглашения от школьников и посещают праздники, посвящённые Дням воинской славы. «Пока мы в строю, – говорят ветераны, – готовы делиться своими воспоминаниями и добавляют, лишь бы здоровье позволяло».